Мы так долго и мучительно занимались восставлением перпендикуляров. Тогда давайте сейчас временно все сотрем и пусть кто-нибудь придумает вам опустить перпендикуляр. У нас уже есть сотреза, у нас есть прямая, есть точка в небе, которая нам дана. Надо опустить перпендикуляр, за новые точки, тоже за три смаха. Назад, наверное, вытекать за 10, это лучше, это все я рекомендую. За три смаха. Это, а без к силам, а параллельно лучше. Замечательно, что в школьном учебнике, то есть задача решена, очень странно. Мы рисуем окруженность, надо нарисовать окруженность с этим центром, да? И который бы пересекал, он очень прямой, да? Нарисовали. Вот так, смотрите. Этого вы хотели или нет? Скажите, вот была точка. Кюсет, была вот так точка. Вы сказали, что надо привести какую-то окруженность центра в этой точке. Или нет, или нет. Эти, по школьному учебнику. Сейчас, подождите. Человек должен, в принципе, в форму, споткнуть и сказать, что надо. Он не думает о вспоминаниях. Он вспомнит первый шаг, правильно. Ну и не надо. Не надо. Ставим любые две точки. Ну, кто лучше. Просто тут нужно, мы посоветуем ее так сделать. А можете объяснить, зачем это нужно? В чем состоит план? Вот у нас, зачем мы построили две точки? Не одна из них, сочиня, это не та, которая нам нужна, а не через них, а не где-то в стороне от нашего фантимулятора. Нам вообще-то надо вот сюда привезти меня. Спрашивается, чтобы выиграть, зачем нам эти лучи, что могут. Проверили, провели, и вот эти самые окружность построили две точки. И чего дальше? Я вот, что вы советовали, что вы посоветовали? Что вы посоветовали? Сюда, вот так. Далее. Окружность с... Цены траги-радиуса? Скажите, какой цены? Цены от точки пресечения и... И... Вот в этой? Да. Или в этой? Ну, все. Давайте, значит, центр здесь. А радиус какой? И радиус... Ну, что такое точка? А, верст? Где-то до конца отрезка. То есть, вот такая. Ну, какая точка? Где-то с трех вопросов, где-то с этим центром. А с каким радиусом? Точка где-то до конца отрезка. Вот такую берем. И потом вторую самую... А, чтобы она прошла через эту вторую дружбу, да? Да. То есть, вот с таким радиусом мы рисуем окружность. Вычинаем что-то. Да. И чего? Дальше. 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 Дальше строим вторую окружность. Да. С центром вот здесь. Да. И таким же радиусом отцепились. Да. Да. Хорошо. Вот эти две окружности пересеклись к двум местам. Вот в одном месте, в другом месте. И мы соединяем их прямой. И вот, смотрите, чудесным образом, эта прямая прошла почему-то через нашу точку. А можно было бы сделать... Сейчас, пока что сидит. Мы даже с этим еще не разобрались. Вам нужно доказать, что прямая эта вертикулятор, и вот только, что она прошла через нашу точку. Вот можете вы как-то это объяснить? Почему это? У нас построение правильное. Нужно доказать, почему эта прямая действительно проходит через нашу точку. Почему она действительно перпендикулярна? И вот давайте оставим какую-то картину, чтобы можно было смотреть. Вот прямую вы поверли or середину перпендикуляра. То есть, эту прямую, на самом деле, это построение мы уже раньше делали. Это середина перпендикуляра, каково отрезка? Вот. Но ни прямой. Вот этот середина перпендикуляра вот к этому отрезку. Потому что эти самые точки от него равную пламени. Вот это будет середина перпендикуляра к этому отрезку. И что? Значит, он перпендикулярный. Значит, он перпендикулярный. У нас была проблема почему эта синяя линия перпендикулярно исходной, и почему она пройдет через нашу исходную точку. Почему она перпендикулярно, я вроде объясню. Потому что вот этот тресок крови от них мы от вас при окружности равняруемую. Это точка равна углерната тетеку, и поэтому она лежит на серединах перпендикулярной. Значит, у нас есть две точки на звезде на дерматикуляре, и через них проявляет дерматикуляр можно восстановить. То есть эта синяя прямая действительно дерматикулярна. Остается единственный вопрос. Может, она пропонима нашей точки. Мы так вот всю эту опускали, получили шок очень дерматикулярная, но проходящая просто в другом месте. Такая есть проблема. Почему этого не случилось? Как на этой картинке это видно? Можно ли на этой картинке? Вот нахуй, вот нахуй. Надо доказать, что она упала на синюю линию. Почему это так? Важно, что мы с самого начала эти точки взяли, не просто график взяли, а взяли эти точки, включили обрушивость. Да. И что это нам дает? Это нам дает. А может было бы? Подождите. Можно было бы как-то иначе? Иначе и более понятно. Давайте разберемся. Давайте разберемся с начала. Сказали, что по школьному учебнику надо так. Нет. И можно для ЕГЭ выучить это. Совершенно дело не убью. Нет. В этом. В первую очередь в этом. Если начали разбирать какую конструкцию, то надо ее разобрать до конца или убедиться, что какая-то есть труба. Ну и в ЕГЭ тоже. Потому что ты со своей правильной конструкции экзамен в России не сдашь. Нет. Экзамен там очень простой. Там можно узнать со всей конструкцией. Но давайте просто разберемся, потому что если мы начали разбираться эту ситуацию, давайте ее доведем до конца. То есть можно объяснить, почему эта точка окажется на середину перпендикуляции? Красно. Да? Да. Почему? Да, да. Ну, если я ее спривитирую, если я ее поставлю на отрезок, двухпересечений. Ну, как бы, если я ее возьму и перетащу в середину. Нет, нет. Значит, я не могу поставить сорту точек. Можете объяснить, почему она окажется на середину? Может быть. Если точка была с самого начала, проверяя, точка была центром оборудования, а здесь мы соединили, зависит от того. И если надо двигать по окружности увеличенный размер, то когда-нибудь центр окружности это и будет центр? Я ничего не буду. Мы взяли эту окружность, она пересипалась в эти точки, и это будет рак, ну и что? Нет, мы же не с 41 раз построили, мы не то что много распробуем, пока там что-то не случится. Мы хотим, вот, один раз построили, и хотим быть уверены, что получилось правильно, что оно прошло через эту точку. Кто может объяснить просто и доходчиво? Почему она пересипалась на этой точке? А как же на этой середине терпентикурия? Вы хотите объяснить просто и доходчиво, да? Да. Тогда вам предоставляется слово, но если это будет не просто и не доходчиво, то мы будем и доходы. Хорошо, объясняйте. Если я соберу чертеж по исходному нему, у меня точка дата. Если вы хотите сложить чертеж? Вот так. По какой исходной линии? По этой линии, по этой линии, по этой линии, по этой линии, по этой линии? Вот так. Ну хорошо. Ну хорошо. Вы по этой линии примете? Ну хорошо, и что же будет? Когда ты вышли в начале точек, она должна возиться в суд. Где-то в другом трюбе наталье. Почему? Неизвестно будет ли она на этом трюбе наталье. Где-то в другом месте. Поставим эту точку туда и тогда я могу рисовать вот эти вот. А не может ли? Можно рисовать другую? Нет. Но это точек туда-то отобразится. И так можно тоже отобразиться. Какую трава? После чего? Но вот эти два ручка трюбе все равно не нравится. Ну подождите, давайте нарисуем. Вот у нас взяли точку. Да. Пробили одну точку. Теперь все отобразили, где перевернули тонкость. Эта точка перевернулась куда-то сюда. Эта окно перевернулась куда-то другую. Ну хорошо, и чего? Ну где нарисовать? Подождите, лучше здесь нарисовать, потому что тут нам сошли розы. И что? Это радиусы. И это тоже радиусы. Прекрасно. Они равны. Все четыре радиусы. Все четыре радиусы равны, потому что так можно перевернуть. То есть это робот. Да. Подождите? Да. А параллельно? А параллельно? Опять начинается. А параллельно? Да. А параллельно? А параллельно? А параллельно? А параллельно? Да. Нас спрашивалось, почему вот эта красная ночь окажется на середине интергент бутербурлярной? Почему? А сейчас я сразу взялась и спрашиваю перед одной и той. Почему вот эта начальная точка, с которой мы начали с того, что построили окружность, потом построили к этому отверстию середины дебюлярзии, и уже глубине окружности, почему она через него окажется на этой прямой? Кто-нибудь это может объяснить? Но это почему? Правильную загружность. Нет, да я чувствую, что надо завернуть через то, что народ уже совершенно обалдел от всех этих объяснений, особенно от вашей миниологической картины. Конечно. Особенно. Для меня сейчас неправильную картину можно нарисовать? Нет, сейчас у тебя ничего нарисовать, категорически нельзя, пока я не покончу их объяснить. Значит, в чём дело? Объяснение такое, что что и что и что такое этот синий середины дебюлярзии? Это мы знаем, что это те точки, которые равномерные, а эти точки открыты. Значит, что нам, собственно, нужно доказать? Что наша исходная точка, она на нём лежит. Это значит, что она равна на нём, а от этой точки открыты. Но это было то самое построение, для чего мы построили обрубленность. Мы с самого начала построили обрубленность так, чтобы эти радиусы были равны. Поэтому, раз она не равна на нём, она будет серединного перпендикулятора. То есть, вообще, так можно было объяснять нормальный дискортир. У нас уже было построение серединного перпендикулятора. Неважно, как мы его строили, построили обрубленность или с чем-то ещё, но у нас была какая-то амминистический способ обрубленность. Дальше. Как мы опускаем перпендикуляторы? Мы делаем это, мы находим две точки на одном расстоянии. Строим вот так. Потом строим к этому ладушку серединный перпендикуляр. Он пройдёт четыре точки, потому что расстояние равное. Ну и он перпендикулярный, потому что он перпендикрует. Так что, мы радуем сегодня задачу, чтобы уже решённые. Уже решённые задачи было построение деревьев, а нам осталось только найти две точки на равном расстоянии, чтобы серединный перпендикуляр был ладушкой. Ну, я не знаю. Я думаю, что сейчас был сам футурный. Не надо в этом разобраться. Дальше. Бесполезно. Нагаленькая практика показывает, что бесполезно, что вот эта штука действительно запутывает картинку. Окружности должны быть две, после чего картинка станет очевидной. Ну, хорошо. С того, как окружности станет две... Хорошо. Делаем так, что окружности не станет две. Делаем так, что окружности не станет две.